За всё своё существование, игровая индустрия смогла нам подарить кучу различных симуляторов, как например симулятор козла, камня или кота в мире киберпанка. Хотя ладно, ладно, Stray себя по большей части представляет приключения с элементами симуляции кошачьей жизни, благодаря которым большинство и залипает на эту игру. Поскольку испытать себя в роли пушистого милого зверька доводится не каждый день. К тому же игра сделана хорошо, и я не буду скрывать тот факт, что она мне понравилась. Притом настолько, что в будущем думаю даже как-нибудь к ней вернуться, чтобы снова погрузиться в этот замечательный мирок с милым пушистым котиком. Однако, каким бы хорошим Stray не был, у него также имеются определённые проблемы, которые стоит затронуть и обсудить. Да и в целом рассмотреть игру. Пожалуй, я вначале прикоснусь немного поверхностно к истории нашего пушистого протагониста, а потом перейду к остальным элементам игры. Жил себе не тужил такой рыжий полосатый кошак со своим кошачьим семейством, у которых всё было хорошо. До тех пор, пока не произошла трагедия, и наш пушистый дружок по случайности не свалился в пропасть. Конец. А, нет, не конец. Ладно. Но кот на самом деле не умер, а скатился на свалку у мёртвого города, где не было ни единой души, кроме хэткрабов из Хофф Лайфа, загнавший нашего полосатого друга в старую квартиру учёного. Единственным разумным существом оказался дрон Би-12, который ничего не помню ни о своём хозяине учёном, ни о том, куда подевались люди, да и что в этом мире творится в принципе. Зато по какой-то причине ему хотелось выбраться из этой дыры, поэтому с котом он быстро нашёл общий язык, и они совместно отправились на поиски выхода, попутно узнавая всё больше и больше об этом причудливом мире. В общем, это был краткий водный экскурс, обрисовывающий поставленную цель, к которой стремится игрок. Если в целом говорить о сюжете, то он на первый взгляд сам по себе выглядит достаточно простенько, и представляет по большей части миленькое приключение котика и дрона. Однако, если чуть сильнее углубиться в данную историю, то тут можно найти философские темы для размышления, о бытие, государстве, классовом неравенстве в обществе и так далее и тому подобное, благодаря сбору утерянных воспоминаний дрона B12. Так что, если игру не проходить по фасту, то можно отыскать множество интересных вещей. Но игра одной истории не ограничивается, всё-таки основную часть времени у игрока занимает игровой процесс и геймплей. В плане интерактивности с окружением игроку здесь дали большое раздолье, поскольку мы можем драть ковры, мебель, играть с игрушками, пить воду, мяукать, сбрасывать различные предметы с полок и надевать пакет на голову. В общем, делать практически всё, что угодно, как самый настоящий кот. Хотя, как по мне, не хватает одного элемента для полного оживления в роль, в виде возможности насрать кому-нибудь в тапки или под бану. Разработчики, пожалуйста, добавьте такую возможность, очень хочу. Хотя, мне кажется, модеры решат эту проблему намного быстрее. Ах, щит! И мы снова. Конечно, этим игра не ограничивается, так как в себе она ещё имеет специфичное перемещение, хотя более точным словом будет являться кастрированным, поскольку игра не даёт игроку возможности прыгать и приседать где угодно и сколько угодно. Что, конечно же, немного вызывает некую ограниченность в плане свободы. Потому что высвечивающийся значок «Нажми на кнопку, чтобы кошак куда-нибудь запрыгнул» поначалу немного раздражает, но потом ты к этому быстро привыкаешь. Хотя, конечно, из-за этого теряется своего рода челлендж, поскольку в стрей элемент платформинга неплохо бы зашёл. Однако, я могу понять такое решение разработчиков, так как игра не ставит цель напрягать игрока сложностью прохождения, а наоборот, она старается его расслабить. По этой причине, большая половина игры проходит за прогулками по локациям, в поисках различных предметов, выполнение квестов и использованием интерактивности окружения. Притом, хоть игра и является линейным приключением, у неё всё же имеются открытые пространства, в которых нет какой-либо карты или компаса с указательной меткой, что неплохо растягивает игровой процесс и заставляет ещё сильнее изучать этот мир, чтобы продвинуться дальше. Но для разнообразия игру не лишили и экшен-моментов, когда приходится убегать от полчищ зурков или уничтожать их, косплеить соль до снэйка, скрываясь от зора дрона в коробке и дополнительно решать различные простенькие пространственные головоломки на внимательность. Хотя, как по мне, этот элемент можно было бы усложнить или добавить чуть побольше головоломок, поскольку задачки по типу «подсвети фонариком тёмную стену, чтобы увидеть пароль от кодового замка» выглядят так себе. Кстати, момент с фонариком, как по мне, является немного странным, поскольку, по идее, коты видят в темноте, им не нужны дополнительные источники света, чтобы что-то увидеть. Но в виде игровой условности нам дали фонарик в распоряжение, ради того, чтобы не потеряться в тёмных коридорах. Как бы то ни было, таких моментов будет мало, зато красивых видов, которые будут радовать глаз, много. Притом, сама по себе графика в игре «Звёзд с неба не хватает». Она хорошая, но не сказал бы, что сверх что-то революционное. Зато пейзажи здесь реально офигенные и напоминают своей стилистикой какой-нибудь аниме, как, например, «Призрак в доспехах». Или реальные улицы той же самой Японии или Китая с неоновыми лампами и вывесками. Жаль, что в игре нет фоторежима, чтобы сделать себе пару красивых картинок для обоев. Ах, хотелось бы. Может быть, со временем разработчики смогут добавить и эту возможность, ради того, чтобы запечатлеть эту проработанную красоту. Поскольку локации вправду здесь очень хорошо проработаны. Множество мелких предметов, которые имеют физику, лужи с отражениями, глубокий свет и многое другое, создающее живость всему окружающему. Притом, сами уровни имеют вертикальную и горизонтальную ширину, давая тем самым в совокупности с мелкими деталями отличный и успокаивающий экспириенс во время прогулки по миру. Хотя есть такие места, в которые лучше не заходить. ТАГИ МЕСТА! К тому же, игрока сопровождает великолепная музыка. Знаете, я редко затрагиваю тему музыкального сопровождения своих видео, поскольку у каждого вкусовые предпочтения разные. Но тут мне реально зашла музыка, которая очень хорошо передает настроение игры. Зашел ты в мертвый город, и тебя сопровождает тихая, завывающая мелодия, сочетанием шумов от остатков той жизни, которая была в этом городе. Впервые встретил зурков, и вначале на высоких тонах возникает хаотичный бит, но затем с появлением большего количества противников, музыка становится глубокой, я бы даже сказал волнообразной, подчеркивая тем самым, что маленьких хэткрабов становится все больше и больше, и они заполняют полностью улочки мертвого города. Только что появился в трущобах, и тебя встречает беспокойная мелодия в сочетании с воем сирен, тем самым показывая страх его обитателей к появлению неизвестного пришельца. Но если вам мало музыки, то дополнительно в тех же трущобах можно послушать музыканта, который сыграет любую мелодию, только на единоты, разбросанные по локации. Так что музыка в целом здесь огонь, больше нечего сказать. Кроме этой мелодии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В общем, игра получилась хорошей. В ней есть красивые пейзажи, приятная музыка, по-своему интересные истории про путешествия котейки и дрона, да и в целом успокаивающая атмосфера этого мирка. Но игра, как по мне, вышла короткой. Разнообразие тех же самых головоломок очень маленькое, так же как и экшен моментов, которые по большей части представляют побегушки по коридору. К тому же расслабляющая атмосфера, кстати, не все может зайти и через минут 30 тупо надоест из-за своей монотонности. Короче говоря, Stray по сути представляет добротное приключение со своими достоинствами и недостатками. Стоит ли играть в эту игру? Решайте сами. Как по мне, она вышла неплохой. Учитывая еще тот момент, что в этом году крупные игры можно по пальцам пересчитать, то Stray на фоне этой пустоты является отличной игрой, которую стоит хотя бы попробовать. Что ж, а на этом я с вами буду прощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, что думаете по этому поводу. Всем удачи и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok